Микрорайон – авиационный двор 58-го дома по улице Гагарина. На детской площадке десятки ребятишек. Места на каруселях порой хватает не всем. Один из насущных вопросов местных жителей – сделать площадку больше, а территорию вокруг благоустроить. Хотелось больше, чтобы убирались каждый день, а не через день, не через два или раз в неделю. Чтобы газоны стригли. В предварительном народном голосовании, который проводит партия «Единая Россия» в микрорайоне авиационный, участвуют члены общественного совета микрорайона. И прежде чем они станут кандидатами в депутаты, необходимо встретиться со своими потенциальными избирателями. Рассказать о себе и своих планах по развитию микрорайона. Весь общественный совет очень инициативный и все заряжены на активную, такую плодотворную, творческую работу. Конечно, при поддержке жителей. Вот это самое главное. Самое главное, чтобы мы друг друга увидели, познакомились, чтобы мы знали друг друга в лицо и знали проблемы. Раньше на одного депутата приходилось около 30 тысяч человек. Теперь по новому уставу на каждого депутата районного совета будет приходиться в среднем по 2-3 тысячи. В том, что власть станет ближе к народу, а народ к власти, жители микрорайона не сомневаются. Непосредственная связь с населением общественного совета, членов общественного совета, она, наверное, дорогого стоит. Поэтому даже вот сегодня не успели подойти, люди уже были осведомлены и видите, сколько уже проблем. Их зафиксировали. Если будут ответы, а тем более за ответом будут дела, ну, наверное, люди поверят. Участие в предварительном народном голосовании в качестве претендентов на выдвижение от «Единой России» примут порядка 900 человек. Свой выбор горожане смогут сделать до конца июня. Из числа участников кандидатами на выборах 13 сентября станут 568 человек. В итоге представлять интересы жителей в районных советах будут 284 депутата. Половина по одномандатным округам, половина по партийным спискам. Павел Баймаков, Константин Головин. События.